Здравствуйте! Текущая неделя получилась оптимистично короткой, невероятно веселой, предпраздничной. Такое настроение советуем не растерять и в грядущие выходные. Их будет аж 4 подряд. И пока мужчины бегают по городу в поисках цветов и конфет. Дамам мы советуем провести время с пользой для тела и для души. Благо повестка выходного дня позволяет. С 9 по 11 марта в Центре культуры и отдыха состоится хореографический фестиваль танцетворения. Такого количества разнообразных танцев не увидишь даже в танцевальных проектах по телевизию. Для зрителей вход свободный. 11 марта в бывшем ДК железнодорожников на Карла Маркса состоится фестиваль инструментальной музыки. Но это для затравки. Об остальном подробнее в выпуске. Лучшим подарком для дам, ценительниц искусства и красивых мужчин станут билеты на моноспектакль ведущего артиста театра Виктюка Дмитрия Бозина. Программа «Скорпион» расскажет о человеке, который идет к цели, преодолевая трудности. Артист обнажит перед зрителями душу и в пронзительных монологах приоткроет завесу тайны мыслей настоящего мужчины. Творческая исповедь позволит переосмыслить отношения полов. Я хочу пригласить людей, которым интересно связать свое тело с пространством, связать свое внутреннее пространство с пространством вокруг и услышать, как энергия интересных авторов и тех, кто разрабатывал потоки красивых стихов или какой-то интересной прозы, как они сквозь нас могут говорить, как мы можем сквозь свое тело пропустить эту волну и как услышать свою собственную тишину. На большие экраны в праздничный уикенд выходит типично женская комедия «Я худею». Что окажется для главной героини важнее – любимые сладости и фастфуд или мужчина, предпочитающий постройнее – увидим в кино. В разгар подготовки к летнему сезону лента актуальная с юмором о классической женской драме. А у тебя какая цель? Так свадьба же у меня. Так заниматься надо для этого. Давай-давай, пойдем! Ну тебе просто надо развеяться сейчас. Я тоже хотела к лету похудеть, пока отрастила. Ань, а ты что? Да потому что все такие, как вы меня, пиздите! Худеют они, блин! В празднике театр драмы дарит истинным леди настоящий подарок – премьеру. Бальзаминов – классическая комедия в лучших традициях русского театра. Сюжет Островского известен, пожалуй, всем. В центре событий – романтические поиски Мишеньки Бальзаминова, богатой невесты, а также приключения в поисках семейного счастья. Ироническую и актуальную во все времена комедию в двух действиях можно увидеть на сцене Ивановской драмы 8 и 9 марта. В зале только девушки. В Иванове есть спортивный клуб, рассчитанный исключительно на прекрасную половину человечества. Лэйдис Клаб – это тренажерный зал и залы для фитнес-тренировок. Приходят сюда подтянуть фигуру к началу нового сезона или ради здоровья. Главное правило здесь – никаких мужчин. Здесь спокойнее намного. Мужчины любят посмотреть постоянно. Это сковывает движение, особенно для девочек, которые в первый раз пришли. Здесь очень удобно начинать свою спортивную деятельность, потому что здесь нет мужских взглядов, которые думают, что они знают все и рассматривают это, оценивают. Для девочек-новичков это сковывает. И, возможно, мотивация пропадает, и пропадает желание приходить в зал. Понравится здесь стесняющимся, ориентированным только на спортивные успехи, а еще тем, кому занятия в присутствии чужих мужчин запрещает избранник или религия. Мне кажется, в этом фитнес-клубе более четко подходят к целям девочек, которые сюда приходят тренироваться. К каждому, можно сказать, индивидуальный подход. У меня цель здесь, то есть я хочу набрать вес, но чтобы это был не живот и бока, а чтобы этот вес был там, где надо, то есть в нужных местах. В Лэйдис Клаб занимается около 600 прекрасных девушек и женщин областного центра. Стать частью дамского коллектива можете и вы. Я, Казарян Айк, приглашаю всех на 10-й юбилейный турнир по боям смешанного стиля Seven Fight. Главное спортивное событие марта. Лучшие бойцы Центральной России сразятся на арене Ивановского цирка. 15 марта, 19.00. Турнир по ММА Seven Fight. Купи билет в кассах Иванова концерт. Всех любителей интеллектуальных игр приглашаю на турнир по спортивному что-где-когда на Кубок Мэра Города, который состоится уже в это воскресенье 11 марта в 12 часов. Кому это может быть интересно? Это может быть интересно всем, кто увлекается интеллектуальными играми. Формат такой же, как обычно. 36 вопросов, минута на обсуждение, и нужно сдать вовремя ответ, а то его не засчитают. Вопросы нам пишет Михаил Скипский, известный телезнаток, и мы надеемся, что пакет вопросов будет очень интересным. Удивительная новость. С 10 марта. Московский цирк с программой «Цирковая полундра». Впервые. Единственные в мире медведи-канатоходцы, а также обезьяны, лошади и созвездия лучших номеров. Ну вот и все на сегодня. Повестка дня получилась очень насыщенная. Мероприятие можно найти на любой вкус и цвет. Заряжайтесь хорошим настроением и стройте планы вместе с нашей программой, даже на будущие выходные. Ведь отдых особенно хорош, когда он запланирован и четко продуман. А еще для наших любознательных телезрителей и активных интернет-пользователей на страничках РТВ Иванова в социальных сетях всегда есть много розыгрышей и подарков. Не пропустите. Ну и, конечно, с праздником, милые девочки, девушки и дамы.